Он пролетает уже сейчас. В середине лета 2025 года ученые зафиксировали пролетающий через солнечную систему объект, которому присвоили имя 3E Atlas. Это всего третий за всю историю наблюдений межзвездный гость, и он уже пересек орбиту Марса. Его траектория не оставляет сомнений, он прибыл из-за пределов нашей звездной системы. Но что действительно поражает, это его невероятная скорость. Согласно расчетам НАСА, он движется со скоростью около 150 тысяч миль в час, что практически исключает возможность его захвата гравитации Солнца. Он пришел и уйдет, оставив за собой только вопросы. По предварительным данным, 3E Atlas достигает в поперечнике от 12 до 25 миль, и он уже прошел достаточно близко от Земли, чтобы его можно было наблюдать с помощью мощных телескопов. Сам по себе факт его появления уже редкость. Шанс засечь такой объект крайне мал. Однако по мере наблюдений стали поступать данные, которые вызвали напряженные обсуждения в научных кругах. Что это? Ледяная комета? Каменный обломок? Или нечто куда более сложное по происхождению? А главное, почему именно сейчас в нашу систему врывается уже третий межзвездный странник за менее чем 10 лет? Пока ученые ломают голову, другие задаются вопросом, может быть мы просто начали что-то замечать, что раньше игнорировали? На снимках, полученных в инфракрасном спектре, астрономы зафиксировали необычное свечение в передней части объекта 3E Atlas. Свет не отражается, как это бывает у обычных комет, и не соответствует ни одному известному типу плазменного выброса. Он не вспыхивает, как солнечные блики, и не мигает, как превращение. Этот свет постоянный, направленный и... странно ровный. Некоторые исследователи, включая профессора Ави Лоэба, предположили, что мы можем иметь дело с неестественным источником излучения. Возможно, речь идет о контролируемом выбросе энергии или даже сигнале. Конечно, большинство ученых остается на позициях консервативных гипотез. Они считают, что мы просто наблюдаем редкий, но возможный природный феномен, например, газовый хвост нового типа. Но есть и те, кто настаивает. Такие параметры свечения невозможно объяснить без привлечения новых физических моделей. Объект светится в направлении своего движения, а это уже вызывает много вопросов. Этот таинственный свет породил волну споров. Что, если он не результат природного процесса? И если его действительно кто-то создает, тогда для чего? Иногда вопрос не в том, что мы видим, а в том, зачем это показывают именно нам. На другом конце галактической карты в районе южного полушария небо радиотелескопы зафиксировали вспышки, которые происходят с удивительной регулярностью. Каждые 44 минуты. Объект получил обозначение ASCAP-J 1832-09-11. Он испускает мощные радиосигналы и рентгеновское излучение, а его местоположение остается стабильным. Что удивительно, длительность сигнала всего около 5 минут, но его повторяемость настолько точна, что ученые исключили случайный космический шум. Это не вспышка пульсара и не след от спутника. Это что-то другое. Наиболее вероятная гипотеза — магнет арсономально длинным циклом активности. Но даже она вызывает сомнения. Никаких подтвержденных объектов такого типа ранее не обнаруживали. Слишком точный интервал, слишком высокая энергия, слишком много совпадений. Некоторые исследователи допускают возможность присутствия объекта искусственного происхождения. Ведь если бы кто-то хотел заявить о себе, что еще можно было бы использовать, кроме ритмичного стабильного сигнала, проникающего сквозь космическую пыль? И пока радиотелескопы продолжают следить за импульсами, один вопрос не дает покоя. Мы наблюдаем природный феномен или послание, которое кто-то все еще повторяет, надеясь, что мы его поймем. Когда траекторию объекта 3E Atlas начали анализировать детальнее, в ней обнаружились особенности, которые поставили под сомнение первоначальные оценки. Изначально предполагалось, что он движется по классической гиперболической траектории, типичной для объектов, пролетающих мимо Солнца из внешнего космоса. Однако с течением времени ученые стали замечать небольшие, но устойчивые отклонения. Некоторые астрономы предполагают, что эти сдвиги могут быть вызваны выбросами газа с поверхности объекта, но в случае с 3E Atlas таких выбросов не наблюдалось. Он остается стабильным без признаков комы или пылевого следа. Это привело к альтернативной версии. Объект был либо подвергнут воздействию неизвестного источника силы, либо изначально имел управляемое направление. Конечно, гипотеза о маневрировании звучит фантастично, но ведь сам факт его происхождения из межзвездного пространства уже выходит за рамки привычного. Одна из самых тревожных теорий. Объект мог изменить курс вблизи Земли. Пусть и незначительно, но в сторону нашей орбиты. Если это случайность, то поразительная. Если нет, то тогда направил его сюда. Каждое новое измерение не проясняет, а только добавляет вопросов. И один из них звучит особенно громко. А мы точно все правильно поняли? Некоторые ученые, изучающие сигналы от ASCAPJ18320911 начали рассматривать экзотические гипотезы. Среди них идея, что объект может быть не просто мертвой звездой или радиоисточником, а чем-то обладающим переменной активностью, схожей с биологической. По мнению сторонников этой теории, регулярность сигналов и рентгеновского излучения может быть не просто следствием вращения, а результатом пульсации, аналогичной сердцебиению. Научный мир воспринял такую идею скептически, но сам факт ее появления говорит о многом. В пользу необычной природы объекта также говорят и параметры излучения. Частота, мощность и спектральная структура не вписываются в привычные модели. Это не просто шум космоса, что-то структурированное. Но что может излучать с такой точностью и стабильностью? Конечно, пока рано говорить о жизни, особенно в том смысле, в каком мы ее понимаем. Но сама идея, что мы наблюдаем объект, работающий как огромная радиоорганика, уже выходит за рамки привычного. Вопрос, который тревожит наблюдателей. Если это не живое, то кто или что могло это создать? Осенью 2017 года телескоп на Гавайях зафиксировал быстрое и непонятное движение объекта, которому дали имя Оумуамуа. Что на гавайском значит посланник издалека, пришедший первым. Он появился внезапно, пересек внутреннюю часть Солнечной системы и исчез в направлении внешнего космоса, не оставив ни пылевого следа, ни газовой комы. И вот что поразило всех. Он ускорился, уходя от Солнца, хотя никаких признаков выбросов у него не было. Оумуамуа не был похож ни на одну комету или астероид. Он имел продолговатую форму, по одним оценкам, как сигара, по другим, как тонкая пластина. Это породило целый шквал теорий, от куска водородного льда до солнечного паруса внеземного происхождения. Ави Лоэб, астрофизик из Гарварда, предположил, что Оумуамуа мог быть технологическим объектом, возможно, разведывательным зондом, брошенным цивилизацией с другой звезды. Хотя большинство ученых отвергли эту гипотезу, альтернативное объяснение до сих пор не найдено. Если Оумуамуа был первой весточкой, то нынешние объекты могут быть продолжением этой истории. Не просто случайности, а звенья одной цепи. И если это цепь, то ее начал. Некоторые астрономы уже тогда предупреждали. Возможно, мы не просто наблюдаем космос. Возможно, космос начинает наблюдать нас. Инварским утром 2014 года над побережьем Папуа-Новой Гвинеи вспыхнул яркий болид. Позднее его траекторию вычислили, и выяснилось, он вошел в атмосферу с поразительной скоростью и углом. Так появился СНИОС 2014-01-08, объект, который позже был признан первым возможным межзвездным метеором. Однако это признание произошло не сразу. Почти два года информация о происхождении оставалась засекреченной, якобы из-за того, что данные предоставил спутник двойного назначения. Только в 2022 году, после вмешательства ученых и давления общественности, Министерство обороны США подтвердило. Да, объект прилетел из-за пределов Солнечной системы. Такое долгое молчание вызвало бурю подозрений. Если это действительно межзвездный объект, почему никто не поднял тревогу сразу? Что нашли в его обломках? Что требовало такой секретности? Некоторые считают, что причина вовсе не в спутниках, а в том, что у тех, кто проанализировал траекторию первым, возникли сомнения. Этот объект не просто упал. Он будто вошел целенаправленно и сгорел в нужном месте. И если кто-то что-то скрыл тогда, возможно, они знали, что это не последний визит. После долгих ожиданий, группа Ави Лоэба организовала экспедицию к предполагаемому месту падения межзвездного метеора Цинеос 2014-01-08. На дне океана, у побережья Папуа-Новой Гвинеи, они нашли десятки мельчайших сферических объектов, металлических шариков диаметром менее миллиметра. По их словам, химический состав этих фрагментов не соответствует типичным метеоритам земного происхождения. Лоэб утверждает, что материал может быть техногенного происхождения. В некоторых образцах якобы обнаружены высокие концентрации бериллия, лантана и урана, что очень необычно. Это порождает фантастические предположения. Могли ли эти сферы быть частью оболочки, защитной системы или даже миниатюрного механизма? Критики настаивают, что анализ не полный, а интерпретации преждевременные. Однако, пока независимые лаборатории не завершили свои проверки, интерес к находке не ослабевает. Если эти частицы действительно пришли из другой звездной системы и обладают необычными свойствами, это может быть первым физическим доказательством существования внеземных технологий. И тут возникает тревожный вопрос. Если это осколки, то от чего именно они? Что разрушилось на высоте? И что, если это был не просто камень, а нечто куда более сложное? За последние 10 лет человечество наблюдало сразу несколько межзвездных объектов. Раньше такие встречи были практически невозможны. Ни Омомуа, ни Двуайборисов, ни Три, и Атлас, ни даже возможный Метеор Синеос никто не ожидал. Теперь они появляются регулярно. Совпадение? Или результат чего-то большего? Некоторые связывают это с технологическим прогрессом. Сегодняшние телескопы и алгоритмы позволяют фиксировать малейшие отклонения в траекториях и спектрах. Мы просто стали внимательнее и начали замечать то, что всегда было рядом. Но есть и другая точка зрения. Возможно, в нашей части галактики происходит нечто необычное. Например, увеличение межзвездной активности, перемещение объектов по определенным маршрутам, похожим на потоки или галактические магистрали. Возможно, мы просто оказались на перекрестке. Некоторые теоретики даже предполагают, мы не были интересны раньше. Но теперь наша планета начала излучать мощные сигналы. Радиоволны, спутники, ядерные взрывы. Возможно, это и привлекло внимание. И если все это связано, что именно стало триггером для того, чтобы к Земле стали лететь странные гости? Когда астрономы начали анализировать поведение межзвездных объектов, их ждало не одно удивление. Например, и Омуамуа и 3E Atlas демонстрировали аномальные отклонения от ожидаемой траектории. Ускорения, которые не объясняются гравитацией, не сопровождаются выбросами газа и не имеют внешних причин. Это поставило под сомнение фундаментальные представления о движении тел в вакууме. В случае с Омуамуа объяснение свелось к гипотезе о выталкивании за счет субповерхностного льда. Но лед не был обнаружен. В случае с 3E Atlas аномалия повторяется, но объяснений стало еще меньше. Некоторые физики начали рассматривать экзотические идеи, влияние темной материи, микроскопических квантовых эффектов или даже реликтовой энергии. Все это звучит как из области фантастики, но когда природа показывает поведение, выходящее за рамки теории, нужно либо обновлять теорию, либо признать, что мы чего-то не знаем. Что, если все эти объекты действуют по законам, которые пока недоступны нашему пониманию? Или хуже того, что эти законы знакомы кому-то другому? Иногда сбой в расчетах — это не ошибка, это предупреждение. В мире радионаблюдения один из главных вызовов — отделить реальные сигналы от фонового космического шума. В случае с АСКАП G1832-0911 задача оказалась еще сложнее. Сигналы от объекта настолько регулярны, что изначально их приняли за сбой оборудования. Но проверка данных с разных обсерваторий подтвердила — излучение реальное. Парадокс в том, что его ритм слишком правильный. В космосе почти нет идеальной симметрии. А тут каждые 44 минуты — вспышка, 5 минут и тишина. И так снова и снова, неделями, без сбоев. Это противоречит характеру большинства известных астрономических источников. Часть ученых предполагает, что сигналы исходят от неизвестного типа нейтронной звезды. Но у нейтронных звезд есть магнитные поля, остатки выбросов. А тут ничего, ни всплесков, ни затуханий. Только стабильно повторяющаяся картина. Как по сценарию? Что еще более странно, сигналы охватывают широкий спектр частот. От радио до рентгена это еще больше сбивает с толку. Один объект, разные диапазоны, стабильный интервал. Так возникает вопрос, может быть это вовсе не шум? Может это сообщение или инструкция? Но если кто-то что-то передает, как давно он это делает? И главное, кому? С появлением все большего числа межзвездных объектов, астрономы начали создавать цифровые карты потенциальных угроз. Используя данные от наземных и орбитальных телескопов, они моделируют движения, возможные столкновения и точки приближения. На этих картах есть не только крупные тела, но и мелкие, размером в десятки метров, которые могли бы остаться незамеченными, если бы не мощные наблюдательные сети. Объекты классифицируются по типу, скорости, направлению и степени риска. Некоторые имеют непредсказуемую траекторию. Особенно те, что приходят с большой скоростью и под необычным углом. НАСА, ЭСА и другие агентства публикуют открытые базы данных. Но также существуют закрытые модели, доступные лишь узкому кругу специалистов. В них информация о потенциально опасных объектах, чьи параметры не укладываются в естественные модели. Они не упали, не изменили курс, просто исчезли с радаров. Особое внимание уделяется тем, кто проходит в пределах лунной орбиты. Даже если они малы, их потенциальная угроза — серьезно. Но есть еще один фактор, который нельзя игнорировать. То, если мы не умеем распознавать то, что не вписывается в наши ожидания. Именно поэтому создаются не только карты угроз, но и протоколы реагирования. Вдруг однажды траектория одного из таких объектов окажется направлена не мимо, а прямо к нам. С каждым новым открытием картинка становится все менее случайной. Межзвездные объекты пролетают рядом с Землей, оставляют за собой сигналы, ускоряются без объяснений, разрушаются в атмосфере, а затем из них извлекают непонятные фрагменты. Все это — части мозаики, в которой все труднее найти обычную случайность. Некоторые исследователи, не склонные к сенсациям, начали осторожно говорить о паттернах. Не конкретных доказательствах, о намеках, повторяющихся интервалах, направлениях, связанных событиях, между которыми годы, но ощущения, будто они скоординированы. Слишком много совпадений, слишком много необъяснимого. А ведь все это может быть только началом. Что, если это были не пришельцы в классическом понимании, а разведка, автоматические зонды, капсулы сбора данных? Что, если они уже среди нас, не в виде кораблей, а в виде алгоритмов, устройств, информации? А может, самое главное, мы уже приняли за фон, за обычный космос, за шум? Когда все складывается в систему, остается лишь один вопрос. А мы сами готовы к ответу.